Время новостей Татарстана на ТНВ в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте! Главное событие этого дня ежегодное послание президента Госсовету Республики. Акцент обращения в репортаже наших корреспондентов. Главное не форма, а содержание. В около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий. Какие важные политические заявления в своем послании сделал Рустам Мениханов? Выслушал Дмитрий Аринин. Свобода и конкуренция. Выписывание предостережений вместо всеобъемящих штрафов. Каким видят будущее бизнеса президент Республики и сами предприниматели? Лина Зинатулина. Расплата за удобство. Хотелось бы, чтобы отмечали, сколько закуп, например. Почему простая коммуналка для потребителя по-прежнему потемки, выяснял Рамиль Шайдолин. Не допустить новых потрясений. Когда мы знали эту новость, это был шок для всей семьи. С пристрастием проверять банки и стать ближе к проблемам дольщиков. Задачу президент обозначил. Об этом Александр Севастьянов. Итак, сегодня президент озвучил ежегодное послание к Государственному Совету. В большом концертном зале его слушали 700 человек. Это министры, главы районов, депутаты и представители общественности. Главное не форма, а содержание. Так Рустам Мениханов прояснил ситуацию вокруг договора о разграничении полномочий. В своем послании президент Татарстана расставил ряд важных политических акцентов. Что, по его мнению, потребует максимальной мобилизации, как на эти слова отреагировали участники грядущих процессов, узнал Дмитрий Аринин. В около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий. Эта часть выступления президента, пожалуй, была самой ожидаемой. В своем послании Рустам Мениханов отметил, что эти документы сыграли важнейшую роль в российском федерализме. Многих положений вошли в законодательство страны, и сейчас Татарстан этим в полной мере пользуется. В нынешних условиях ведущим фактором является не сколько сама форма отношений республики и федерального центра, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах. Положения этих договоров, вот это сегодня прозвучало особенно четко, они сегодня имплементированы в российское законодательство и стали в значительной степени теми кирпичиками, которые выстроили современную Российскую Федерацию. Общим интересом Рустам Мениханов назвал укрепление России как общего дома многих народов. Президент отметил, сильная Россия – это сильные регионы. Достижения нашей республики невозможно представить с доверием и весомой поддержкой федерального центра, прежде всего нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. И здесь, по мнению Рустама Мениханова, особенно важны грядущие выборы президента России, которые, как ожидаются, будут проходить в условиях различного давления на нашу страну. Убежден, эти угрозы выступят дополнительным стимулом консолидации татарстанцев и всех конструктивных сил общества с целью защиты цивилизационного выбора России, последовательного отставивания его интересов, поддержки президентского курса на укрепление могущества страны. Президент сконцентрировал внимание всех присутствующих на том, что главнейшие события следующего года – это выборы президента Российской Федерации. Безусловно, мы уже начинаем к ним готовиться. Помочь сопричастности татарстанцев и их политической и социальной активности должны масс-медиа. И здесь, по мнению президента, главным в работе СМИ должны стать качество, оперативность и учет интересов людей. Отсюда поручение агентству Татмедиа. Республиканскому агентству Татмедиа Татмедиа пересмотреть свою роль в формировании информационного пространства, которое должно не только отражать многоплановый и созидательный характер нашей деятельности, но и стать эффективным инструментом получения обратной связи от населения. Дана четкая и ясная установка со стороны президента для депутатского корпуса. Быть с людьми там, где проблемы. Проблему должны мы видеть изнутри и помогать решать нашим гражданам. Слушать людей и слышать людей, мне кажется, это красной нитью эта мысль прошла через все послание президента. Как еще было отмечено, если в республике будет сохранена консолидация татарстанцев и сохранен позитивный политический климат, то республика сможет и дальше сосредоточиться на развитии экономики и совершенствовании социальной сферы. Дмитрий Аринин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Ускорить строительство национальной библиотеки и универсального концертного зала и все это к столетию образования ТАССР. Об этом сегодня сказал в послании Рустам Маниханов. Мероприятия к юбилейной дате должны стать мощным фактором сплочения татарстанцев и единению народов России. Несомненно, сплочение татарстанцев и единение народов Российской Федерации будут способствовать мероприятиям, приуроченные к столетию со дня образования ТАССР. В их числе открытие в районах республики новых объектов социально-культурной сферы, создание общественных пространств. Правительство следует ускорить реализацию проектов по возведению знаковых юбилейных объектов нашей столицы, национальной библиотеки и крупного универсального концертного зала. В преддверии знаменательной даты большая работа предстоит Государственному комитету по архивному делу, тем более, что с этим юбилеем совпадает столетие службы. Важно сделать архивную сферу высокотехнологичной и доступной для граждан. Особого внимания требуют вопросы языковой политики. Обеспечить высокий уровень знаний русского языка и усовершенствовать методику преподавания татарского. Это замечание в послании в адрес Министерства образования и науки Татарстана. При сохранении приоритетов в изучении государственных и родных языков Министерства образования и науки Республики надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знаний и владения русским языком. Этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в Республике года Льва Николаевича Толстого. Вместе с тем, необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка, как государственного языка Республики Татарстан. Следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки. Министерству, как центру ответственности, следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры. И 2018 год в Татарстане объявлен годом Льва Толстого. Соответствующий указ сегодня подписал Рустам Миниханов. Мероприятия в рамках этого года должны привлечь общественное внимание к развитию культуры, языкознания. В будущем году писателю исполнилось бы 190 лет. Сделать Татарстан первым в России производителем полимеров может Таифа. Лидерам по добыче нефти Татнефть у районов и городов есть возможность включиться в новую программу развития территории опережающего развития. Какие прорывные проекты должны удвоить экономический рост республики? Об этом в материале Лейсан Сабировой. По итогам 9 месяцев можно говорить о 4-процентном росте валово-регионального продукта. Значительный вклад в развитие экономики все так же вносит в нефть, нефтехимия, машина и авиастроение, а также сельское хозяйство. Рассказать потенциал традиционных отраслей должна последовательная цифровизация. Цифровые предприятия, цифровые близнецы для экономики новые термины, но для Татнефти реальный инструмент работы. Эпоха легкой нефти прошла, время делать технологический прорыв. Актуальна остается задача по доведению к 2018 году объема переработки нефти в республике до 23 миллионов тонн с глубиной до 98%. В соответствии с поставленной задачей в 2018 году мы будем удваивать мощность переработки. Основной проект в нефтехимии, так назовет президент проект «Этилен-600». Накануне в Германии он проводил переговоры по его реализации. Мы сейчас активно работаем по второму этапу, то есть по производным от этиленового комплекса. В ближайшее время определимся уже с концепцией. Запуск новых производств в 2021 году позволит удвоить выпуск пластиков и синтетических каучиков на Нижнекамске нефтехимия. В целом, после реализации проектов группой компании «Таиф» Татарстан станет крупнейшим в стране производителем полимеров. Большой вклад в общее дело внесли наши предприниматели. Особо хотел бы отметить группу компании «Татнеф» и группу компании «Таиф». Этот год для «Таифа» ознаменован еще и запуском газотурбинной установки на казанском ТЭЦ-3. Вслед за ним на ТЭЦ-1 запустят парогазовую установку, а на Заинской ГРЭС начнется модернизация. Татарстан готовит проект строительства ветропарков. Кабины двигатель К-5 и беспилотник от КамАЗа «Ансат» и Ми-38, Ту-160, корабли. Их экспорт должен значительно вырасти. По «Ансату» работают очень активно, вы уже знаете, мы сейчас участвуем в программе по развитию санитарной авиации. По Ми-38 тоже идет два направления, это по линии государственных заказчиков и по линии гражданской авиации. Разработкой для цифровой экономики от Иннополиса опыт управления зонами от Алабуги важно наполнять ТАСЭР резидентами, ведь со следующего года появится возможность создания еще и территории, опережающей развитие аналогичные дальневосточным. 11% ФРП обеспечивает сельское хозяйство, половину продукции – малые хозяйства. Президент особо акцентировал на то, что мы должны сертифицировать свою качественную продукцию. Мы должны выходить за пределы, скажем, нашей республики, а также за пределы Российской Федерации. Инновации, мировой опыт, конкурентоспособность – три кита успешного развития татарстанской экономики. Лисанн Сабирова, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Судьба ТАТФОНД и Интехбанков – большой урок для всех, отметил сегодня президент Татарстана. Особое внимание своем послании он уделил двум острым проблемам – это обманутые дольщики и пострадавшие вкладчики. Что уже сделано, чтобы им помочь, и что еще предстоит сделать – об этом Александра Севастьянова. Мы должны были заселиться 31 марта 2014 года. 2017-й, но ключи владельцы до сих пор не увидели. В 2013 году стройка замерла, говорит Галина Никифорова. Затем долгий путь по инстанциям. Ситуация с мертвой точки сдвинулась. Хотим, чтобы слова нашего президента, который в свое время нас услышал, были не только услышанными, но и выполненными. Уже услышаны части обещаний, выполненные. Сегодня Рустам Миниханов обозначил целый комплекс мер, которые помогают решить проблему. Руководству Казани и Набережь Челнов необходимо при поддержке правительства активизировать работу по проблемным долевым объектам. При этом не нужно ждать инициатив только от республики. Следует находить различные формы и инструменты своевременно на решение вопросов в жилищном строительстве. Два проблемных дома уже сданы. Еще 12 строятся. До конца года сдадут не менее 6. Наша основная задача в рамках поручений организовать работу совместно с органами муниципальной власти. На сегодняшний день есть механизмы для того, чтобы этот вопрос был окончательно решен. Поэтому задача поставлена, мы ее будем выполнять. Когда мы знали эту новость, это был шок для всей семьи. Шок не только для Сабировых, но и для всего Татарстана. Крах Татфонда и Интехбанка – настоящее потрясение. Сегодня Диана вместе с родными ищут выход из ситуации. На счету осталась значительная сумма, которая сильно ударила по карману. Это был такой надежный банк, тем более наш республиканский. Когда мы вложили туда деньги, не было никаких сомнений. Как отметил Рустам Миниханов, ситуация показала, население недостаточно хорошо знает, как правильно выстраивать отношения с современной финансовой кредитной системой. И чтобы с сомнений впредь не возникала, задача от президента – тщательно контролировать работу финансовых организаций. Особое внимание следует выделить вопросу качества аудита отчетности финансовых организаций. Важно не допустить искажения, которые могут привести к принятию неэффективных решений. Качественный аудит должен способствовать повышению экономической безопасности организации. Для того, чтобы сконцентрировать внимание на двух серьезных проблемах, а именно обманутых дольщиков и пострадавших вкладчиков, в Татарстане создали Республиканский фонд поддержки. Правительству совместно с фондом следует в кратчайшие сроки реализовать механизм поддержки пострадавших. В целом важно нивелировать последствия этого кризиса, не допустить новых потрясений. Мы ведем учет, вот прием, видите, у нас сотрудники ведут прием пострадавших вкладчиков банков. По дольщикам работа будет чуть позднее, когда будет выработана концепция именно учета и оказания поддержки. Рустам Мениханов отметил, не нужно ждать инициатив только от Республики. Президент призвал находить различные формы и инструменты для решения актуальных проблем вкладчиков и дольщиков на местах. Александр Севастьянов, Марат Зайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В этом послании было много народного, в частности, проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Президент жестко раскритиковал работу управляющих компаний. Завышенные тарифы, непрозрачные счета, некачественные услуги – это лишь часть претензий татарстанцев. Что намерены предпринять, расскажет Рамиль Шайдулин. Расчетка за август не совсем понятна. Недавно Татьяна Давыдова начала получать квитанции, в которых убрали некоторые графы. Только платить приходится, как прежде. Недопустимо часто обнаруживаются ошибки в начислениях. В счет фактуры необоснованно включаются дополнительные услуги. Но все должно быть прозрачно. Сегодня об этом в послании и госсовету напомнил Рустам Миниханов. Главные надежды – на новый единый расчетный центр. Опять хотят быть перелопроходцами, как часто бывает у нас в республике. Ничего не могу сказать. Только время покажут, каково это будет. По планам с новым ЕРЦ сойти на нет должны и нонсенсы, вроде разных платежек за одни и те же услуги. Пока же такое встречается. Но бумага, бумаги рознь. Если одним приходят новые счет фактуры, то вторые платят по старинке, к примеру, за общие антенны, которые стоят денег, но не несут пользы. Вот и в платежке пенсионерки Замфиры Гараевой еще осталась пресловутая строка «прочие расходы». Раньше платили за телесигнал, за что сейчас непонятно. Когда муж живой был, мы это платили. Он ходил, сам платил. Разные платежки, только полбеды. Страшнее неправильные показатели и даже махинации. Очень часто умышленно делаются ошибки в расчетных документах. И республиканская жилой инспекции выявляет десятки тысяч нарушений в год. Это неправильно. Текущая ЖКХ-обстановка требует пересмотра. Уменьшенные аналоги спасительного ЕРЦ уже работают пилотом в нескольких районах. Рустам Мениханов обратился к госсовету. Привести все к единому знаменателю нужно в ближайшее время. Рабиль Шайдулин, Марат Саидгара, ФТНВ, Газань. Легко открывается и быстро развивается. Таким хочет видеть президент малый и средний бизнес. В своем послании он поручил сделать условия работы предпринимателей комфортнее для них и выгоднее для республики. Центром обсуждения послание президента сегодня стало и среди самих бизнесменов. В столице открылся форум «Взгляд в будущее». Лина Зинатулина с места события. Нужно предоставить большую свободу бизнесу, снижать административное давление. Свобода и комфортные условия для работы. Дать именно такое будущее малому и среднему бизнесу поручает президент. Основная задача контрольно-надзорных органов не штрафовать бизнес, а устранять нарушения совместно с предпринимателями. Полноценно используя такие механизмы, как предварительная проверка, выдача предостережений и предупреждений. Это обсуждалось подробно уже на Совете безопасности, но сегодня прозвучало это послание. Я считаю, что для нас это большая основа для работы по снижению административных барьеров в отношении бизнеса. Будущее бизнеса сегодня обсудили и сами предприниматели на форуме «Взгляд в будущее». Здесь полторы тысячи участников со всех регионов России. У каждого свое дело, но проблемы схожие. Предпринимательство в школьной скамье или в университете не обучают. Так или иначе, мы выбрали эту стезю, и для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, нам надо было у кого-то спрашивать. Если есть желание, должна быть и поддержка, отмечает президент. Для начинающих в республике заработали образовательные программы. Бизнес-класс, фабрика предпринимательства. Самая главная поддержка – это популяризация предпринимательства. Знаю, что очень много форм поддержки малого и среднего бизнеса на территории Республики Татарстан. Но расти есть куда, а заботиться эффективностью муниципальных промплощадок и привлечением туда новых резидентов. Рустам Мениханов поручил главам на местах. Важное создание и стимулирование конкурентной среды для бизнеса на территории каждого муниципалитета. Конфликт интересов и отсутствие конкуренции лишают возможности местный бизнес развиваться, что в конечном итоге его и разрушает. Здоровая конкуренция, а от государства никаких палок в колеса. Цель на год создать условия, в которых свой бизнес легко открыть и выгодно развивать. Лина Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Реально работающим инструментом сегодня президент назвал программу самообложения граждан сельской местности. За 4 года с ее помощью собрали 2 миллиарда рублей. А их уже направили на благоустройство территорий. Что еще нужно сделать в этом направлении, теперь знает Альбина Слагараева. Отдаешь рубль, получаешь 4. И по такой схеме вот уже четвертый год подряд в Татарстане благоустраивают населенные пункты. Таким образом работает программа самообложения. И районов активистов становится все больше. Есть и лидеры. Это Арский, Балтасинский, Кукморский и Муслюмовский районы. В целом, с начала реализации программы, общая сумма финансирования со стороны бюджета республики превысила 2 миллиарда рублей. На эти средства построены новые дороги, мосты, детские, спортивные площадки и другие востребованные населением объекты. Эту работу мы будем продолжать. Главам районов необходимо ежемесячно анализировать поступающие обращения граждан и реагировать на них, призвал президент. Также и на поступающие жалобы. Так в селе Старая Чурилина Арского района жители говорят, что получают штрафы за неуплаченное самообложение. При этом квитанции не видели, о референдуме не слышали. 1200 рублей деньги ушли. Куда наши деньги уходят, если результатов вообще нет? А в Пестричинском районе жители довольны. Так они решили проблему освещения улиц. А вот в Нурладском районе, в селе Чулпан, в прошлом году заменили забор и кладбище. В этом году планируют отремонтировать улицу. Мы в прошлом году собрали с населения по 300 рублей. Люди активно поддержали. В итоге получилось 100 тысяч рублей. Мнение татарстанцев важно и нужно. Сопричастность ко всему, чем живет и над чем работает республика, должна стать мощным фактором развития, подчеркнул президент. Современный уровень общественного развития характеризуется возрастающим влиянием граждан и их объединением на процесс принятия и реализации решений в сфере государственного управления. Напомним, татарстанский опыт по вовлечению жителей в республиканские программы в их реализацию переняли 12 тысяч российских муниципалитетов. Альбина Слагараева, ТНВ, Казань. Послание президента, кроме депутатов, внимательно сегодня слушали эксперты, аналитики. Давайте послушаем их мнение. Мне кажется, оно является неким таким продолжением послания прошлого года. Также президент достаточно четко обозначил приоритеты на том, что мы должны быть современными, мы должны понимать, что мир меняется, экономика меняется, и мы этим вызовом должны соответствовать. Президентом был очень четко характеризован экономический блок, подъем в экономике, который мы наблюдаем. Это, наверное, самое главное, потому что если будет стабильная социально-экономическая ситуация, то она, наверное, обеспечит стабильность и в политической, и в культурной, и в других сферах и областях. Он сказал, что важна не форма содержания, да, так сказать, по-марксистски. Но, в общем-то, этот месседж был понятен, потому что действительно он отображает в целом отношения, сейчас сложившиеся между федеральным центром и республикой Татарстана. Президент однократно отметил сегодня, что сильная Россия, она может быть сильной только тогда, когда регионы сильные. С этой точки зрения, конечно, региональные вопросы должны быть, а не отвечать интересам общества. Вот проблема татарского языка, я думаю, можно было и половину послания посвятить, что это очень важно и так далее. Но президент сказал ключевые вещи, например, о необходимости создания национального педагогического университета. Если посмотреть вот по содержанию посланий, то президент фактически дал ответ на те вопросы, которые витают, что называется, в умах жителей Татарстана. И достаточно убедительно эти задачи озвучил в качестве поручений соответствующим органам власти. А татарстанцам еще только предстоит проанализировать главные посылы документа. Смотрят ли они, слушают ли послания и в чем видят его актуальность. Я не смотрел, был занят, но вечером приду, обязательно посмотрю. Президент обязан допрашивать, отчитывать, узнавать ситуацию. У нас президент всегда был актуален. В нужный момент он именно имел то слово к народу и вообще, как полагается, молодец он у нас. Там было про национальные языки даже сказано. Руководитель доносит свое мнение до своих ближайших подчиненных. Для народа польза должна быть какая-то. 59 минут, 5000 слов, десятки аплодисментов. Наиболее часто прозвучавшие слова «татарстанцы», «республика», «экономика» и «рост». Выражение, вызвавшее наибольший интерес, непростая арифметика, модные слова в лексике президента. Все это изучила Айгуль Бодрудинова. Хорматли Дуслар, уважаемые депутаты. Президент говорил без минуты часа. Отсюда и наиболее часто употребляемое обращение. Хорматли Дуслар, уважаемые депутаты. Успехи республики в числовом эквиваленте. Остановимся на наиболее впечатляющих цифрах. 16 миллиардов рублей. Столько средств выделено из бюджета Татарстана на реализацию программ повышения качества жизни. Их, кстати, уже 37, и это не предел. Около 3 миллионов туристов посетило республику в прошлом году. 20 миллионов деревьев было высажено на 4 гектарах земли. Кстати, именно здесь прозвучали самые бурные аплодисменты. А всего послание президента прерывалось аплодисментами 10 раз. Опыт наших республиканских программ лег в основу федерального приоритетного проекта развития комфортной городской среды. 197 поликлиник, а их в республике именно столько, отремонтируют в течение двух лет. Перенимать мировой опыт сейчас. 145 стран сотрудничают с Татарстаном. И впервые в речи президента прозвучали новомодные слова. Блокшейн, бигдейт, искусственный интеллект. Самые популярные слова татарстан и татарстанцы. Они употреблялись 34 раза. 27 раз слово экономика. 26 раз высокие технологии. 18 раз слово рост. Заметим, 26 раз президент использовал слово необходимо, ставя новые задачи и цели. И только 4 раза употребил слово надо. 12 раз Рустам Мениханов переходил на татарский язык. Сделаем акцент только на некоторых фрагментах послания. И самое главное, это было восьмое послание президента. И оно было самым продолжительным. Айгуль Бадруддинова, ТНВ, Казань. На поездке дня 17 вопросов еще десятки новых. Сегодня депутаты госсовета после послания президента провели 32-ю сессию. Парламентарии обсудили изменения в избирательный кодекс республики, кодекса муниципальной службы, а также изменения в законы о местном самоуправлении. Посмотрели депутаты и вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии Татарстана. Вопрос о преподавании татарского языка в ближайшее время должно решить Министерство образования и науки, подготовив необходимую справку. Итак, сразу после нашего выпуска новостей смотрите ежегодное послание президента. Пока у нас на этом все. И до встречи в 21.30. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7-85-15. Код города 34-792-8906-130-50. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике будет малооблачно и сухо. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана малооблачная погода сохранится. Ночью будет до 6 градусов тепла, днем же до плюс 13. На северо-востоке малооблачно, без осадков, ночью плюс 7, днем же плюс 12 градусов. На севере республики малооблачно, ночью не исключен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 6 градусов, днем же преимущественно без осадков и до 12 градусов тепла. На северо-западе ожидается ясная погода. Температура воздуха в ночные часы составит до 6 градусов тепла, а днем будет плюс 13 градусов. На юго-западе ясно, без осадков, ночью всего плюс 5, днем же до 13 градусов тепла. В центральном районе республики малооблачная погода сохранится, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, днем же будет до 13 градусов выше 0. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается, только ночные температуры еще немного понизятся. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатна. Только в сентябре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2167-166. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность. Ночь будет до 6 градусов тепла, дня уже до плюс 15. Ветер северо-восточный, порывистый. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Магнитное поле землеспокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.